Надгробие с дефектом. Фирма, занимающаяся памятниками, несколько месяцев тянула с изготовлением. Когда заказчик увидел результат, то воспринял его как оскорбление. Почему он хочет избавиться от обелиска и чем объясняет брак изготовитель, смотрите в очередном сюжете рубрики «Контроль качества». На могилу, где похоронены тесть и теща, Александр Агапов теперь приходит со смешанным чувством печали и возмущения. Пять месяцев назад он заказал памятник и плитку. Результаты работы его потрясли. Вон, посмотрите, еще дождей не было, уже бордюр весь разваливается. Так похабно, как здесь вот плитка положена, я еще ни на дни кладбища их нигде не видел. Волнообразная кладка сразу бросается в глаза. Не спасает даже стиль необтесанный камень. Сзади постамент под обелиском выходит за ограду, а на лицевой стороне на граните заметен явный скол. За всю работу, больше похожую на халтуру, Александр заплатил 28 тысяч рублей. Это 70% от всей суммы. Такую предоплату потребовала фирма-изготовитель «Обелиск-1». Мастерская фирмы «Обелиск-1» находится в Энгельсе. Александр купился на то, что здесь в комплексе можно заказать памятник, плитку и их установку. Вместо обещанных двух месяцев изготовление памятника затянули на четыре. А когда заказчик написал претензии и потребовал исправить брак, то стал персоной нон-грата. Начали обманывать. То есть говорят, что люди выехали на объект, я приезжаю, там нет никого. Говорят, что работает, там нет никого. В очередной раз, услышав гудки по телефону, Александр вместе с юристом приехал в фирму «Обелиск-1». Их и нашу камеру встретили неласково. «На ваши объекты выезжали. Когда? Я не могу сейчас, конечно, точное число, это надо смотреть. Мне надо не снимать. А кто у вас руководитель? У него сейчас нет на месте. А когда будет? Я не знаю, он не отчитывается. Срок этой претензии еще месяц назад как закончился. И так и тишина опять. Месяц что закончилось? Месяц претензий закончился. Мой памятник я заказал в мае месяце. Сейчас месяц какой? В течение 30 дней началась работа, например. Как она началась? Поэтапно. У нас не было возможности снять специалиста раньше, потому что к нам пришел камень не очень хорошего качества. Мы целыми днями его обрабатывали, целыми днями устранял те бракованные вещи, которые к нам пришли. Теперь я уже не хочу с этой компанией не иметь ничего общего. Я просто хочу вместе из нас, меня поддерживать, чтобы они забрали свое изделие, все. Обелиск один нарушил свои же обязательства договора – исправить недостатки за 30 дней. Юрист считает, что Александру сразу надо было перевести ситуацию в правовое поле. Но его ошибка в том, что он пытался решить вопрос по телефону, и поэтому не шли сроки для устранения недостатка. А именно срок начал течь с момента того, когда он вручил письменную претензию. Юристы уверены, что у Александра есть все шансы по суду забрать деньги, плюс компенсировать моральный ущерб. Кстати, сейчас в судебном производстве находится еще одна аналогичная претензия. И тоже к обелиску один. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова